До Нового года остались считанные дни. Во многих домах уже стоят украшенные зеленые красавицы. В эти дни традиционно встает вопрос о том, какую елку установить дома безопаснее, а также о том, что грозит браконьерам за незаконную вырубку елей. Расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Аромат мандаринов, новогодние игрушки и песни, а самое главное – зеленая красавица, виновница торжества. Вот такие ассоциации с самым долгожданным праздником у жителей региона. У меня ощущение именно с елочными игрушками. Я каждый год покупаю, стараюсь найти в Наринмаре такие красивые стеклянные игрушки и обновляю, пополняю елочку. Найти живой ель в Наринмаре – целый квест. Именно поэтому Светлана Миклина не раз заказывала зеленую красавицу издалека. Мы издалека привозили елки, мы заказывали их, чтобы нам привезли. И привозили один год, а больше – все. А мы привозим, вот последнее время, мне нравится украшать елку цветами рождественскими. И в основном сейчас у меня на елке только шары и рождественские цветы. В поисках живой ели подруги Ксении и Светлана объездили весь город. Девушкам хотелось устроить для своих семей настоящий праздник. Однако новогоднего дерева нигде не оказалось. Девушкам пришлось довольствоваться искусственной зеленой красавицей. Я надеюсь, что в следующем году все-таки у нас получится в городе завести елки. Ведь это действительно абсолютно другие ощущения Нового года. Ты заходишь в дом, в квартиру, ты ощущаешь запах еловой ветвей. Я помню в деревне, мы приезжали к дедушке в деревню, и он всегда ставил живую елку на Новый год. Мы топили печки, а аромат в доме был просто потрясающий. Это было действительно воспоминание из детства. Какую ель поставить в новогодние праздники? По правилам пожарной безопасности, что искусственная, что и живая не несет особой опасности, если придерживаться правил установки. В первую очередь нужно установить елку на устойчивой конструкции, то есть, чтобы она не упала, чтобы в организациях, что дома, также елку не рекомендуется ставить рядом с эвакуационными выходами, то есть, чтобы она не загромождала проходы. И на расстоянии не менее метра от потолка и не менее метра от стен. Также не рекомендовано украшать елку ватой, различными горючими материалами, марлей. По закону в Ненецком округе запрещается вырубка елей без оформления разрешительных документов. Нарушитель ждет наказание. Согласно статье 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев влечет наложение административного штрафа. На граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 до 300 тысяч рублей, и в соответствии со статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Контроль за вырубкой хвойных пород лег на плечи Ненецкого лесничества. С 26 по 31 декабря будут проводиться профилактические рейды. В случае, если будет зафиксирован факт свежего сруба деревьев, участковый инспектор составит протокол по месту нарушения. Специалисты оценивают ущерб. Если он превышает 5 тысяч рублей, то браконьеру грозит уголовная ответственность. Мы пресекаем незаконный оборот древесины, чтобы не рубили елочки новогодние и другие хвойные породы. На территории Ненецкого лесничества заготовка хвойных деревьев к новогодним праздникам возможно на специально отведенном для этого участке в соответствии с договором. Его необходимо заключить с Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса в порядке проведения аукциона с юридическими лицами. Лесное законодательство подразумевает группу хвойных пород на специально отведенной для этого полосы, к которым относятся противопожарные разрывы, лесохозяйственные дороги, противопожарные дороги, лесные просеки. На территории лесничества таких территорий нет, поэтому обычный гражданин елку срубить не может. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.